В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлом, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Торговая неделя начнется с публикации ряда индексов, свидетельствующих о состоянии европейской экономики. Сначала в 11.00 по московскому времени будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг Франции. На 30 минут позже будут опубликованы два аналогичных индекса крупнейшей экономики Европейского Союза – Германии. В 12.00 мы увидим консолидированные общеевропейские индексы деловой активности в производстве и сфере услуг, а также объем промышленного производства. Затем параллельно с выходом индекса цен производителей Объединенной Европы выступит президент Бундесбанка. Затем фокус рынка сместится в сторону США, где также запланирована публикация индекса деловой активности в производственном секторе. После чего Национальная ассоциация риэлторов отчитается об объемах продаж на вторичном рынке жилья, что поможет проанализировать рынок недвижимости и экономику в целом. Курс евро по отношению к доллару США предыдущую неделю провел в рамках краткосрочного горизонтального тренда с верхней границей на значении уровня сопротивления 1,0750, а нижней на уровне 1,0630. Причем с самого начала недели мы наблюдали достаточно прогнозируемое волнообразное движение с фиксацией локального максимума 1,0760 в четверг и последующим спуском в район локального минимума 1,0630 в пятницу. Дальнейшие перспективы динамики курса в существенной степени зависят от настроения инвесторов по отношению к доллару США, поскольку по единой валюте картина вырисовывается достаточно ясно. Комплекс таких факторов, как политика Европейского Центрального банка, однозначно направленная на снижение курса евро очаги экономической нестабильности, как, например, Греция, в очередной раз пробуксовывающая для принятия необходимых для получения дополнительных кредитов реформ, и, конечно же, нестабильность политическая, вызванная наплывом беженцев и рисками новых терактов со стороны исламских фундаменталистов, продолжают определять среднесрочный нисходящий тренд. С другой стороны, ожидание большинства инвесторов и аналитиков повышения ставки Федеральным резервом на ближайшем заседании 16 декабря стимулирует рост доллара уже более месяца, и, как следствие, сейчас мы наблюдаем определенную перекупленность американской валюты, а значит и возможность коррекции. При этом локальная картина будет определяться публикациями макроэкономической статистики, которая позволит дополнить понимание текущей ситуации в экономике Старого Света. Индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Франции и Германии будут опубликованы в 11.00 и в 11.30 по московскому времени, после чего мы узнаем консолидированный объем промышленного производства Европейского Союза в целом, но предположительно удивить он никого не сможет, так как данные о крупнейших экономиках, входящих в этот индекс, немецкой и французской, на этот момент уже будут известны. В том случае, если открытие рынка не вызовет серьезных потрясений, именно эти факторы определяют дальнейшее направление движения. Если данные выйдут в позитивной зоне, то достаточно вероятен рост к уровням сопротивления 1.07 и 1.0750. При публикации индексов, которые дадут основания предполагать дальнейшее снижение экономики континентальной Европы, весьма вероятно, что уровень поддержки 1.0630 будет пробит, и курс продолжит свое снижение к отметкам 1.0550 и 1.05. Подпишитесь на канал Макси Маркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Завершение предыдущей торговой недели валютной парой фунт-доллар, аналогичной с парой евро-доллар-картиной, сигнализирует о том, что британский фунт, несмотря на отличное в начале предыдущей недели от других долларовых пар поведение, подхватил общую тенденцию роста валюты США. Можно констатировать тот факт, что стоимость британского фунта продолжает находиться в среднесрочном нисходящем тренде, что явно видно на дневном графике. Следовательно, более вероятной является возможность продолжения снижения курса в течение азиатских и европейских торгов 23 ноября, ближайшей целью которого станет уровень поддержки 1,51-20. В качестве более отдаленной цели выступит отметка, расположенная на значении минимума текущего месяца 1,50-20, движение ниже которой на этой неделе достаточно маловероятно. В дальнейшем со смещением основных торговых объемов за Атлантический океан внимание инвесторов будет приковано к индексу деловой активности в производственном секторе и продажам на вторичном рынке жилья в США. Оба статистические показателя по прогнозам аналитиков ждет снижение. В этом случае доллар ослабеет ввиду перекупленности, которая стала следствием ожиданий повышения американским финансовым регулятором процентной ставки уже на ближайшем заседании Федерального комитета по открытым рынкам. Если сложившаяся ситуация станет достаточным основанием для массированных продаж американской валюты с точки зрения большинства участников рынка и еще совсем недавно маловероятный рост пары фунт-доллара, продолжающийся с конца предыдущего месяца снижение стоимости тройской унции золота сменилось коррекцией вверх в середине предыдущей торговой недели. Эта ситуация позволила золоту подорожать на 23 доллара за три дня от уровня поддержки 1065 долларов до максимального значения пятницы – 1088 долларов. Однако сложившаяся ситуация не дает достаточных оснований полагать, что среднесрочный нисходящий тренд можно считать завершенным. Скорее можно предположить, что коррекция, являющаяся неотъемлемой частью любой тенденции, в пятницу во время американской торговой сессии завершилась, а нижний тренд в свою очередь получил новый импульс. И у этого предположения есть ряд подтверждающих факторов. Например, штурм индексами новых локальных максимумов достаточно однозначно свидетельствует о готовности инвесторов продолжать вкладывать свои ресурсы в фондовые активы с ожиданием получения максимального спекулятивного и инвестиционного дохода. А это, в свою очередь, ведет к тому, что средства, вкладываемые в акции компании, фьючерсные контракты на фондовые индексы инвесторы переводят из резервных активов, одним из которых наряду с государственными ценными бумагами является золото. Комплексно подходя к оценке сформировавшейся технической фундаментальной картины, можно сделать вывод о возможном в течение ближайшего времени повторном тестировании локального минимума – 1065 долларов, в случае если у большинства инвесторов не появится достаточных оснований для покупки золота. Таким основанием может стать фиксация прибыли по долларовым активам, что спровоцирует резкий рост предложения на американскую валюту, который превысит предложение золота и приведет к продолжению верхней коррекции. В этом случае мы увидим рост к уровню 1088 в ближайшей перспективе. Его достаточно вероятный пробой – продолжение роста к отметке 1098 долларов за тройскую унцию. Первое – Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час – новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Дважды протестировав в пятницу 20 ноября локальный минимум 14 долларов 7 центов за тройскую унцию, цена серебра вернулась к уровню 14 долларов 16 центов и демонстрирует признаки возможной коррекции. Причина этого заключается в оценке участниками рынка района цены 14 долларов ровно за унцию, как выгодного для открытия длинных позиций. Следовательно, в течение торговой сессии 23 ноября с большой долей вероятности можно будет наблюдать рост стоимости серебра, который будет ограничен несколькими уровнями сопротивления, на которых трейдеры с наиболее спекулятивным настроем станут фиксировать прибыль. Эти уровни находятся на отметках 14 долларов 30 центов и 14 долларов 50 центов за унцию металла. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.